Аутоинспекторы Гомельской и Бранской областей провели суместную отпрацовку приграничных дорог. До оперативно-профилактического мероприемства обеспечения без межа, так само долучились супрацовники криминального вышивка и миграционные службы. Наш корреспондент Ганна Каральчук назирала за ходом суместной операции. Строго один дня и до полночи супрацовники управления ДАИ Гомельской области суместно с российскими коллегами патрулевали две приграничные трассы. М-10, какая идея от межи России до Кобры на Прозгомель, и М-13, Бранск, новозыпка у межа с Беларусью. Дорожно-патрульная служба проверяла транспортные сродки на незаконный перевоз материальных каштовностей, например, металлу або безакцизной товарной продукции. Миграционная служба контролировала парадок перемещения и знаходжения замеженных грамотян. А кроме того, супрацовники аутоинспекции и криминального вышивка отпрацовали деньги по плане перохоб. По легенде, транспортное средство было угнано с территории Республики Беларусь. После того, как информация поступила от наших коллег, мы проводим мероприятие по розыску и задержанию преступников. Аналогично, скажем так, отрабатывают наши друзья, коллеги белорусы. Элемент боевого слаживания – это элемент отработки взаимодействия, в первую очередь, как дежурных служб, так и непосредственно нарядов дорожной патрульной службы и нарядов милиции, полиции в общем. Начальники аутоинспекции двух областей приехали на нейтральную территорию помеж державами, как принять грамотян и выслухать их пожадания по поляпшению работы службов. Пытания от якости аутодорог до нюансов законодавства. Воголи, по колькости задержанных супрацовников, это совместное мероприемство стало самым масштабным. Про эффективность такого взаимодействия, каже статистика. Это не первое совместное мероприятие. Мы уже только в этом году три раза проводили, анализируя подведение итогов. Это уменьшение водителей, которые управляют нейтральным состоянием. Ну, конечно же, скоростные режимы на автодороге, они имеют место быть. Результаты работы в части того, что когда проводим мероприятия, не совершаются дорожно-трансовые происшествия, где бы погибли, либо получили ранения люди. У вынеку проведенной операции 11 экипажей УДАИ Гомельской области выявили 77 порушений у правил дорожного руха. Это у приватности кирования транспортным средствам без водительских прав. Отсутность техничного огляда автомобиля, обгон и навод пять выпадков порушений сбоку пешеходов. Мобильными датчиками контроля ухудкости зафиксовано омаль 300 фактов перевышения. Гана Корольчук, Игорь Марышев, котель радиокомпания Гомель.